Эй, всем привет, с вами Наташка! Наконец-то мы дождались новый игровой набор в поход! На самом деле, я не сильно долго ждала, я даже не заметила, как время прилетело, как уже вышел этот игровой набор, и как он уже оказался в моей игре The Sims 4. Ну что, ребятушки, вы сейчас смотрите предпоказ, я собираюсь играть в этот игровой набор обязательно, наша семейка Митчелл обязательно будет ездить в походы, точнее, ходить в походы с рюкзаками, из песни, да, это будет очень весело, но единственное, что что я решила, что я придумала, для того, чтобы начать играть в этот игровой набор, мне нужно сначала закончить первый сезон с семейкой Митчелл, нужно доделать некоторые дела, у нас осталось совсем немного дел для первого сезона, и потом сразу же, как я доделаю все дела, которые нужны, я начну сразу же второй сезон, в котором мы будем путешествовать в походы, ходить в походы с рюкзаками, с песнями, и с радостью, огромной радостью, вот, и чтобы вы сильно не грустили, из-за того, что я сразу сейчас не начинаю играть, не волнуйтесь, как можно скорее это все выйдет, но сейчас, чтобы, ребята, вам не было скучно, чтобы вы не расстроились, окончательно, и не грустили, я вам покажу некоторые новиночки в этом игровом наборе, а то есть, я покажу новые предметы, и вам покажу с птичьего полета новую локацию, или новый город, новую местность, так что, ребятушки, давайте смотрим Sims 4 в поход, замечательно, спасибо за оповещение, давайте мы посмотрим на эти чудесные анимации, на это чудесное видео, их кусают комары, они находятся среди каких-то растений диких, очень интересно будет пособирать Элеонорке дикие растения, счастливая семья сидит за костром, жарит сосисочки, и общается про привидения, рассказывает страшные истории, пара лежит на ну, не важно на чем, не знаю, как это называется, плед, покрывало, не важно, и смотрят на облака, и находят в них какие-то определенные очертания, типа лошади и свинки, медведь такой спокойный ходит, взял сок из мини-холодильника, семья болтает, ничего не видит, ну что, ребятушки, давайте мы нажмем играть, и сейчас у нас откроются миры, да, город Оазис Принкс, Уиллоу Крик, наша семейка тут, и посмотрите, тут добавился третий кружочек, город Гранит Фоллс, ноль групп в отпуске, интересненько, ух ты, вы посмотрите, тут на самом деле не так уж много участков, их шесть, это у нас лес Гранит Фоллс, заповедник, это, наверное, такой густой лес, я очень хочу, чтобы мы там оказались в темноте ночью, будет очень забавно посмотреть на наших симов, испугаются ли они, там, наверное, много растений, водопад какой-нибудь есть, потому что, да, водопад все-таки есть, видите, тут у нас есть очертания водопада, итак, это у нас гостиница, да, отпуск в лесу, 397 семиллионов в день, не дешево, я вам скажу, не дешево, тут везде такие цены большие, 282 семиллиона в день, 635 семиллиона в день, и 893, что же это за гостиница такая, приют, хорошее название, лесное убежище, и приют у озера, я бы с удовольствием хотела, чтобы моя семья накопила денег, и когда-нибудь съездила на недельку, в этот приют, мне интересно посмотреть, что там внутри, и еще тут лагерь, за 111 семиллиона в день, это самое дешевое, и скорее всего, мы этим и воспользуемся первый раз, прикольненько, мне нравится, тут столько рек, столько водоемов, и я бы хотела с удовольствием порыбачить, и Денчик бы тоже с удовольствием захотел порыбачить, кто не знает, о ком я говорю, посмотрите, семейку Митчел, я в нее играла, и там развивалась вся история, обязательно посмотрите, вот он показал этот маленький чудный мирок, где полно растений, где полно зелени, где полно насекомых, комаров, и всяких вкусностей, интересностей и медведей, не настоящих, конечно, к сожалению, ну ладно, все, ребятушки, давайте я вам покажу некоторую мебель, а для этого нам надо, давайте выберем пустой участок, и я нажму на строительство, строить, давайте сделаем день, это самый оптимальный вариант, и тут пустынная местность, пустынная земля, песок, ну не важно, давайте мы, ух ты, тут некоторые комнаты появились, ванная, такая деревенская ванная, гостиная, и другие комнаты, о, время на свежем воздухе, вы посмотрите, давайте поставим, тут можно цвет палаток менять, красненький, давайте поставим, я бы хотела посмотреть на это, вблизи, получше, вы посмотрите, это просто, ну короче, можно рядом с домом поставить такую вещицу, и на природе отдыхать, и душик такой очень милый, походный, из ткани, да, типа, прикольно сделано, вот мне бы такой душик, когда я в походе была, костерчик, как вы видите, его можно зажечь, конечно же, что-нибудь пожарить, и еще несколько действий, я думаю, есть интересных, мини холодильник, переносной, столик, просто столик, где есть некоторые предметы, фонарь, переносной, интересно, все его могут взять в руки и носить, а это что у нас за тазик, это сковородка, ложечки, в общем, посуду, наверное, да, но давайте мы сейчас поподробнее рассмотрим каждую мебель, каждую детальку, попробуем это сделать, нам для этого нужно перейти в предметы по назначению, выбрать категорию, показать все, и сейчас мы посмотрим, что у нас тут новенькое появилось, несколько кроваток, в стиле спальника, да, но это, к сожалению, не спальники, а просто кроватки, странно, а интересно, они добавили спальника к Sims 3, мне бы хотелось очень использовать эти спальники, переносить, ходить по городу и спать, но, к сожалению, по-моему, здесь только кровати в стиле спальников, вы посмотрите, это просто раскладушка, да, и тут у нас, что-то непонятное, ну да, типа спальник лежит, это уже получше кровать, а нет, это два матраса, это два матраса двойных, а это уже деревянные кроватки, можно построить деревенский домик, где будет очень уютненько, и мне очень нравится вот эта кровать, с такими завихрениями, очень красиво, необычно она выглядит, и, кстати же, можно менять цвета, конечно же, как же без этого, вот здесь куча цветов, я вам покажу, в принципе, конечно, тут нельзя, как в Sims 3, менять, подбирать по-своему, но разнообразие есть все-таки, так что не будем расстраиваться, дальше идем, вот у нас деревянный стуль в стиле кровати, вот этой, еще один деревянный стульчик в стиль вот этой уже кровати, и это у нас бревно, диванчик для двоих, непосредственная полена, ой, боже мой, я бы хотела посмотреть, как Сима сидят на этом полене, круто, экологично, я вам скажу, так, вот такой вот, один и тот же стиль, завихренистый, я видела такие стулья, в Крыму, когда в Крыму отдыхала, там примерно так же мебель делали, такие же делали, волнистые скамеечки, это было очень красиво, как и здесь, так, это у нас складной диван, ну, типа, типа раскладушки, да, переносное что-то, очень миленько смотрится, это у нас, это что, табуреточка такая, стул, коренастый пень, кресло, очень мило придумали, но это очень хорошо смотрится на природе, потому что это что-то естественное такое, натуральное, это что у нас, камень, твердыня, или как, твердыня, это камушек такой специально, вытолченный, или как, не знаю, может быть он такой в природе был, чтобы удобно было сидеть, оу, детский стульчик, или стульчик для принцессы, ну, не обязательно детский, может быть и для взрослой принцессы, очень милый розовый в стиле бабочки, очень красивый, кстати, это стул для рыбалки, получите доступ, завершив событие, пикник с жареными сосисками, событие, это, это, то есть можно вечеринку устроить, круто, я с удовольствием это сделаю, опять-таки, тоже какой-то диванчик, тахта, это что, спать можно, не знаю, так, раскладной стул, вы знаете такие стулья, я думаю, вы все это видели, стол праздничный, нет, это уже было, это что-то с обновлением, еще один стульчик, так, я буду надеяться, что я вам все покажу, стол карманный, опять-таки, тоже складной, раскладной, и тому подобное, это у нас угловой столик, любители леса, угловой столик, ага, классненько, деревянный такой, наш дедушка бы, наверное, смог это на стиллярном станке сделать, очень красиво, реально можно построить такой деревенский домик, очень милый и уютный, а это, наверное, какой-то камень для, не знаю, как это сказать, для жертвоприношений, что ли, очень похоже, такая ассоциация у меня, не знаю, кто смотрел, хроники нарный, он, конечно, маленький, для льва, но, ну, красивенько, мне кажется, холодно будет на нем сидеть, заболеть можно чем-нибудь, это что, это полка, деревянная полка ручной работы, пень, опять-таки, тоже можно на нем сидеть, или это, не сидение, просто искусство, это, какая-то скульптура, может быть, не знаю, просто вот сидение здесь, не знаю, надо потом попробовать, действие поделать, с этими предметами, опять-таки, тоже скульптура, угловой столик, ага, ну, тут куча предметов в одном стиле, можно построить, например, дом, пещера, или что-нибудь такое, так, опять, это какой-то угловой столик, коп, так, это что, стол, еще один стол, так, стол для пикника, пикник, замечательно, так, а вот, сколько у нас еще предметов осталось, немало, немало, я вам скажу, боже, их очень много, давайте быстренько все поставим, покажем, это уже пластмассовый какой-то, не пластмассовый, но не из дерева стол, я сейчас весь участок заставлю этой мебелью, но ничего, мне лень назад их продавать, а дальше быстренько идем, это мойка, чистота и порядок деревянная, это раковина из гальки, очень мило выглядит, мне кажется, будет красиво смотреться в доме, это брезентовый душ, прям так и написано, душ-водопад, деревянный душ из натуральных изделий, ну, кроме занавесочек, не знаю из чего, они из водорослей что ли сплетены, это шахматный столик ручной работы, опять-таки доступ можно получить после события, акустическая гитара для путешественников, вау, тут добавились какие-то наклеечки, да, и возможно что-то еще изменилось, но в глаза мне бросается только наклейка, я люблю походы, да, так, это у нас, подождите, барная стойка не входит в этот набор, игровой опять-таки стол, ага, переносной холодильник, опять-таки можно выбрать разные цвета, если я вам буду показывать все цвета, то в видео получится очень длинно, переносной холодильник мега, то есть он круче работает, вот этого холодильника, палатка, неопытный турист, очень здорово, и цвета вообще просто потрясающие, розовенькую, можно палатку реально для принцессы выбрать, ну, специально для нашей доченьки Люсеньки, я думаю, будет здорово, посмотрите, какие цвета классные, слушайте, места уже нету на участке, давайте мы что-нибудь уберем, вообще все вот это, как это, длит можно нажимать, да, чтобы побыстрее это было, так, душики, все вот это я вам показала, с разных сторон рассматривать не будем, потому что очень долго будет, столько предметов, очень здорово, что их так много добавили, я очень благодарна за это, так, это костерчики, тут какой-то такой костер, как он называется, костер камней в огне, уже более профессиональный такой костерчик, дальше, арена для игры в подковы, ребятушки, подковы наши любимые, ребят, в сим-стрим мы любили играть в подковы, и в сим-4 тоже полюбим обязательно, так, следующий диван, сон на дереве, вау, как красиво звучит, он очень красиво выглядит, такой красненький, в клеточку, деревянный, а дальше у нас палатка хижина в сумке, еще одна палаточка, вы посмотрите, какая она большая, для двоих уже, я думаю, мне кажется, даже для четверых, не знаю, интересно, вся моя семья, влезет ли в эту палатку, или придется еще покупать отдельные маленькие палатки, так, скульптура Лейка с цветами, милая скульптурочка, вы посмотрите, как мило смотрятся эти цветочки, желто-розовые, очень, кстати, мне нравятся эти цвета, сочетание этих цветов, зеркало, естественная красота, классическое зеркало, в деревянной рамке, ручной работы, так, гном-медвежатник, гном, ну, еще один гном, как же без этого, гномов мы очень любим, так, предупреждающий знак для лагеря, интересный знак, и что же он нам говорит, предупреждающий, или это просто название лагеря, как-то тут нету никаких зачеркнутых картинок, и тому подобное, там, не купаться, не рыбачить, не рвать цветы, и тому подобное, это что, это у нас плюшевая игрушка, это что, детишки могут играть, нет, обстановка, только обстановка, это просто скульптура, опять-таки, ага, входная вывеска, вот она уже, это входная вывеска, которая, на которой написано название, лагеря на симбляше, конечно же, мне кажется, что здесь написано пиво, и чило, и духача, ладно, не буду ерундой страдать, давайте попробуем дальше, посмотреть, что у нас имеется, скульптура лесничей, Стэнли, джекалоп, ой, елки-то палочки, какие мы большие, ребят, вау, это же, это же, наверное, в лагере стоит, в центре, где-нибудь, на главной улице, что, типа, это памятник, да, с дерева, вы посмотрите, какое же дерево огромное, пришлось вырезать, вот здесь можно посмотреть, насколько большой круг, насколько большой ствол, консервы, практически эзотеричные, хлопья, видимо, да, и консервы, кукуруза, помидор, томаты, и что-то еще, что там, томаты, томаты, очень много томатов, острый соус, кетчуп и горчица, от Вуди, да, обязательно для сосисок, без кетчупа, никуда, набор для горячего шоколада, довольная белка, довольная белка, такие названия уморительные, просто восторгия, кухонные принадлежности, огнестойкие, угу, посуда обязательно нам нужна, но мне кажется, это не для похода, а для деревенского домика, дальше у нас, большой стол, Вульфа Питеса, стол, большой стол, стол, это что, туалетная бумага, какие-то коробочки, наверное, опитки, завтраки, вот эти мюсли, первая необходимость, ага, это у нас, тазик для мытья посуды, да, и сама посуда, наверное, да, и это у нас сундуки для посуды, от компании Линкольн и Ко, какие названия замечательные, и какие сундучки замечательные, я просто в восторге, и особенно меня впечатлила эта статуя, огромнейшая, кстати, ее можно увеличивать, ух ты ж, ты боже, ты мой, все, ладно, продолжаем, так, это брезентовый коврик, угу, можно смотреть на звезды или на облака, интересно, на звезды правда можно смотреть, так, дикая природа, коврик дикая природа, в общем, ну, это уж на природе не поставишь, мне кажется, ведь так, это, это уже дома, в детской комнате, я думаю, будет очень интересно сделать, сердечки, настенная скульптура, и переносной фонарь, наш любимый, и я очень надеюсь, что его можно переносить, а не просто то поставить, настольная лампа, деревянная опять-таки, красивая настольная лампа, волшебные ветки, фонарь лучезарный, еще один фонарик, вы посмотрите, так, фонарь ночь без страха, конечно, какой-то кривой, какой-то страшный, светильник, светильничек из дерева, тоже для дачки, такой миленький, можно будет сделать, поставить этот светильник, это у нас ночной красивый, лунный свет, фонарь, и светильник, оригами, вау, какая красота, вы просто посмотрите, что-то такое японское, мне кажется, светильник вульфа пицца, ух ты, какой высокий, ну, наверное, эти светильники будут стоять, по лагерю, по местности, как бы, обустроен, чтобы удобно людям было, это у нас мусорка, да, мусорный бак, и комод сосновый, я, по-моему, вам все показала, показала, сколько, интересно, видео длится мое, не знаю, и знать не хочу, надеюсь, не слишком долго, я надеюсь, вам все показала, все предметы, которые стоят тут, в рядок на участке, так и оставим, да, будет у нас такой вот, странный участок, и я очень довольна, что нам добавили столько, разных предметов, столько разных видов предметов, видов диванов, кроватей, стульев, столов, и других, классных вещей, я надеюсь, с действиями, самой игрой, с игровимыми возможностями, тоже будет, достаточно их, очень много, интересных, увлекательных, и веселых действий, ну, а это вы посмотрите, уже в самом, летсплей, который, скоро, ну, как бы, второй сезон, я не буду считать, что это новый, летсплей, отдельный, как я делала, с Sims 3, а я, я, это же моя одна семья, и это будет, типа, второй сезон, но с игровым набором, и, скорее всего, в начале этого сезона, второго, мы будем делать большой акцент, на этот новый игровой набор, ну, что, ребята, я думаю, вы рады, и ждите, пожалуйста, новый сезон, и еще ждите, конец первого сезона, да, там осталось несколько серий, и потом сразу начнется второй сезон, и обязательно все смотрите, и, я думаю, будет очень интересно, и вам, и мне особенно, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не упустить первой серии второго сезона, не упустить ни одного события семейки Митчелл, те, кто не знает, кто такая семья Митчелл, что она значит, и вообще, просто посмотрите мой летсплей по Sims 4, там около 40 серий, так что, много придется смотреть, и там много событий, и сюжетов разных, интересных, всем пока, целую, спасибо за просмотр, ждите нового сезона, пока, целую, спасибо за просмотр, пока, и.